От паники до надежды. В таком состоянии сегодня пребывают сотрудники больницы в Наукограде Барок. Медучреждение под угрозой закрытия. Собственник полностью прекратил финансирование. В свою очередь фонд обязательного медицинского страхования выделил на существование больницы немногим более 7 миллионов рублей. На данный момент заработную плату за январь месяц мы выдали сотрудникам, но только благодаря тому, что у нас оставался остаток средств на счете ОМС в размере миллиона двухсот тысяч. Вот поэтому эту зарплату мы выдали. Зарплату февральскую нам выдавать нечем. В ответ на это представитель Федерального агентства научных организаций заявил, происходящее вне зоны нашей ответственности. Учредитель может лишь наблюдать с высоты своего положения, что происходит с подведомственной сетью, в том числе с больницей поселка Барок, в сложившейся ситуации. Подчеркиваю, чем характеризуется ситуация. Что федеральный бюджет лишился возможности финансировать первичную медико-санитарную помощь, а система обязательного медицинского страхования, которую мы сегодня не видим здесь, значит, свои функции выполнить не смогла. Владимир Перхов уверен, средств от фонда ОМС должно быть больше, не 7, а как минимум 17 миллионов. Вы насчитали 17 миллионов, которые должен был дать фонд, если оперировать цифрами. Из них фонд дает 7. Разница в 10 миллионов достаточно спорная, ее можно посчитать и поспорить. Допустим, даже 17. И вы задаете вопрос, где эти деньги. Я хочу задать вам вопрос встречный. А где 20 миллионов, которые вы должны как собственник дать? Где? Но я вижу очевидное. Вы не дали денег ни копейки в этом году. Вы меня слушайте, пожалуйста, повнимательней. Потому что в самом начале я сказал, что федеральный бюджет оскуднел по причине того, что в законе о федеральном бюджете расходы, в том числе эти 20 миллионов, которые вы упоминаете, не предусмотрены. Наступает 5 марта. Людям надо выплатить заработную плату. Я обращаюсь к главному врачу. Есть деньги на выплату заработной платы? Нет. Обращаюсь к нам, к вам, как собственнику, к себе, как представитель власти. Где мы их возьмем, чтобы людям ее выплатить? Ответа на этот вопрос, увы, не последовало. Зато представитель ФАНа внес свое предложение по дальнейшей судьбе больницы. Собрать мнение и проанализировать. Решению проблемы, по его словам, всего три. Ликвидация, реорганизация, либо бездействие. Собравшиеся высказались за сохранение больницы. Таким образом, в истории была поставлена очередная запятая. Удалось договориться о совместных действиях в пользу развития БАРК. Если это удастся, мы будем считать себя победителями, уже хотя бы поэтому. И очень важно, чтобы здесь все ветви власти участвовали в равной степени, в разумной оценке тех возможностей, которые на сегодня имеют и федеральный бюджет, и региональный бюджет. Продолжение следует...